Всем привет, дорогие друзья автомобилисты! Один из подписчиков канала, как обычно, мне задал вопрос в комментариях. Он хочет произвести замену пружин и амортизаторов и не знает, как это можно делать, как это правильно делать. Можно ли это делать? Друзья мои, если это ставится оригинальным, допустим, подобранным по ВИН-коду, конечно же, можно. Но если это не оригинальным, то, конечно же, нужно подбирать. Потому что амортизаторы могут не соответствовать пружинам, а пружины могут не соответствовать амортизаторам. Да, друзья, такое тоже бывает. Несоответствие. Допустим, пружины рассчитаны под масляные амортизаторы, а вы устанавливаете газом масляные амортизаторы, в результате вы получаете дубовую подвеску, когда вы будете ехать, допустим, по какой-нибудь бездорожью или по щебенке какой-то там, то у вас будет бешеная вибрация по всему кузову, именно из-за неправильного подбора пружины и амортизатора. Также нельзя, допустим, пружины, которые идут под газовый амортизатор, ставить под них масляные амортизаторы, то есть необходимо подбирать только правильно. Если вы устанавливаете газом масляный амортизатор, то необходимо подбирать именно под газом масляный амортизатор, соответственно, пружину. Обязательно консультируйтесь у продавцов тех же пружин и амортизаторов и подбирайте правильно. Я, конечно, всегда рекомендую брать оригинальное, но, друзья мои, по понятным причинам, из-за, соответственно, высокой цены оригинальных запчастей приходится искать альтернативу. Но если уж так получается, что приходится подбирать альтернативу, то старайтесь подбирать правильно и грамотно, и тогда ваш автомобиль вам будет приносить только приятные ощущения. Надеюсь, друзья, я достаточно понятно вам все объяснил. Если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Задавайте вопросы в комментариях. Будьте здоровы! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok